На протяжении многих лет именно представительницы прекрасной половины человечества были претендентами на звание «Педагог года». Но в этот раз «Фортуна» внесла свои коррективы в финальный расклад. И многие непосвященные были немало удивлены и обрадованы, что среди финалистов был и один мужчина – учитель истории Видновской гимназии Константин Бочаров. Пока на сцене шла прелюдия к основному конкурсу, финалисты задолго до выхода уже стояли за кулисами. Естественное волнение перед конкурсом. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Не все конкурсанты дошли до финала, но это вовсе не означает, что они недостойны награды. Девять участников, которые также смогли на высоком уровне продемонстрировать свое мастерство, получили награды из рук первого заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Дмитрия Волкова. А учителя и школьники, сидевшие в зале, поддерживали своих конкурсантов, которые, увы, не смогли попасть в финал. После того, как награжденные спустились в зал, был дан старт главному действу. На сцену пригласили участников соревнований. Их традиционно четверо. У всех различная специализация. Это уже упомянутый нами учитель истории Видновской гимназии Константин Бочаров, учитель начальных классов школы совхоза имени Ленина Анна Ануфриенко, учитель начальных классов Владарской школы Олеси Феофанова и учитель физической культуры Видновской школы номер 5 Надежда Дичкова. У нас были предварительные этапы, где мы показывали уроки и мастер-классы. И также мы делились с вами педагогическим, методическим опытом. А это учитель должен иметь все. Среди членов жюри не только педагоги, но и представители творческих организаций района. И в этом нет ничего удивительного. Конкурс призван оценить прежде всего творческий потенциал финалистов. Как признались позже некоторые представители судейского корпуса, задача перед ними стояла нелегкая. Я сам недавно выступал на конкурсе. Сердце отдаю детям. Мне сложно судить самому. Ну, приходится. Конкурс состоял из нескольких заданий. Их тематика так или иначе была связана с кинематографом. Ведь этот год в России объявлен Годом кино. Назывались выступления соответственно «Я режиссер своей жизни», «Социальный ролик», «Мое кино», «Фантазия». Каждым из них участникам предлагалось продемонстрировать свои актерские и режиссерские дарования, мастерство в написании сценариев. Как смогли убедиться собравшиеся, для учителей это вовсе не терра инкогнито. Выступления были столь фееричны, что публика в иные моменты просто ревела от восторга. Естественно, весь этот творческий праздник участники делали не в одиночку. Тот самый случай, когда за победу боролись всем миром, точнее всей школой. Интрига держалась до самого конца. И с незначительным перевесом победительницей конкурса «Педагог года» стала учитель начальных классов Володарской школы Олеся Феофанова. «Когда учитель участвует в конкурсе таком масштабном, он показывает все свои таланты, все свое творчество. И раскрывает их в большей степени. И потом использует, конечно же, это на уроках». Можно сказать, проигравших здесь не было. Так все радовались за своих представителей, в том числе и за тех, кто не получил главный приз. По сути, это был не столько конкурс отдельных людей, отдельных педагогов. Это было состязание коллективов. И не может не радовать тот факт, что все участники воспринимают свои победы как победы того учебного заведения, в котором они работают. «Я вообще горжусь нашими учителями. И не только те, которые сегодня показывали свое мастерство, свое естество на сцене, но и за тех учителей я горда, которые поддерживали их. Ведь один человек и один педагог, он не воспитает. То огромное количество детей, которые мы встречаем в каждой школе, каждый день. А у нас их более 14 тысяч». Завершился еще один конкурс, который стал настоящим праздником для тех людей, без которых наша жизнь просто немыслима. И редакция телеканала «Видное ТВ» от души поздравляет всех участников этого события. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова. «Видное ТВ».